Команда КВН Огород! Виталя, вот у тебя сегодня день рождения. Что бы ты хотел? Я бы хотел увидеть на этой сцене команду КВН Огород! Какую команду? А кто сейчас на этой сцене? Это Огород! Это Огород! Давайте все за мною, фейк-клоп, один народ! Команда Огород! bling Команда Огород! Петя, а как ты так неожиданно появился на этой сцене? Мэджик Петя, в воду Петя? А как вы могли понять наш Петя-фокусник? Петя, покажи нам какой-нибудь фокус. Легко. Мэджик Петя, в воду Петя. Петя, а наколдуй нам, пожалуйста, бабу в команду. Да не вопрос. Здрасте. Понеслась душа в рай. Умер. А наш Петюлька волшебник. И он приготовил вам несколько магических миниатюр. Итак, шутюйки от Петюльки. Мэджик Петя, в воду Петя. Друзья. А как известно, дети психуют вот прям из-за всякой ерунды. Итак, давайте представим, ребенок психует ну из-за всякой ерунды. Мама! Мама! Да, доча. Дорогие друзья, а как плохо, когда в твоей семье мать — это вора. Продолжаем. Фиксики в ломбарде. Ребят, ну больше трех тысяч за это, ну не да. Тогда Петера. Мэджик Петер, в воду Петер. А мы переходим к нормальным миниатюрам. А мой парень-алкоголик меня очень сильно любит, потому что я беленькая. Итак, представьте, пацан прикатывает деревенскую простушку. Я, короче, вообще самый известный человек сейчас в городе. Меня даже по телевизору показывали. А у нас нету телевизора. Я Путин. Ого! А кто это? Знаешь, я не могу сказать тебе это в глазах, прости. Я всегда думала, что тебя так и зовут — Антоха. А потом мне как-то показалось, что тебя зовут Антоха. Прикинь, Антоха, Антоха. Итак, ну очень стеснительная деваха на свидание. Свет, ну сними пакет. Да господи, я видел твои фотографии. Красивая ты у меня. Снимай. Да господи, мне не важно, какой человек снаружи. Главное, что у него внутри. Ну, красивая же ты у меня. Пойдем гулять. А когда у меня спрашивают, нужен ли моей маме зять, я отвечаю — не ваше дело, собаки сутылые. Вот так представьте, клуб синими. Наш Петька вышел на охоту. Девчатки, 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 поехали ко мне. Ой, ну поехали. А ты правда в песковке живешь? Да. Ой. Дорогие друзья, а как и все хорошее, наше выступление подходит к концу. Команда Коэн Огород, спасибо. Ваши аплодисменты команда Коэн Огород. Следующий конкурс — разминка. Разминка у нас сегодня будет с многоуважаемыми членами жюри. Давайте первый вопрос у нас к Ксении Корнева. Сделаем вот так. Да. Друзья, под ваши аплодисменты Ксения Корнева задает первый вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, команды. Что-то я так наржалась, я все забыла. Еще хотела спросить. Очень смешно. Спасибо вам за визитки отдельно. Еще раз спасибо огромное. Очень весело. Вопрос у меня будет такой. 27 марта начинается финальная серия Восточной конференции по хоккейу. Хотела сказать, континентальная хоккейная лига. Ничего не перебудуло. Лига-дрыга. Вот. Между Акбарсом и Сибирью. Все вы знаете об этом. Вопрос будет такой. Скажите, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Отвечает команда, моя любимая команда Квен. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Попринься на усадь. Привет. Не знаю еще. Так, кто отвечал? Говорите, я. Моя любимая команда Квен отвечала. Сейчас у микрофона команды Квен я обиделся. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Ну, хочешь, я с ним схожу. Смотри, что. Посидела вышку. Отвечает команда КВН «Бисквит». Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Просто вискуса там в углу носить, он сам не пойдет. Так, о, хоккей, нет. Ну, типа, додумать. Они что-то знают. Отвечает сборная нормальных людей. Как объяснить мужчине, что в этот день я не хочу в ресторан? Что ты верешь, у тебя нет мужчины. Вот, вот. Вот он, верстки, правда, ору. Здесь же КВН, ее можно обманывать людей. Отвечает команда КВН «Город». Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Да это вообще не проблема, меня вчера чайка унесла. Вот такая история. Отвечает команда КВН «Мы не стесняемся». Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Дорогой, я вчера так нажралась, сегодня перерыв. А потом... Это отвечает команда «Давай по новой». Так, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Скажите, что вам предложили два билета по 5 тысяч, и вы не смогли отказаться. Если бы он эти билеты мне еще вот так вот дал бы... Есть еще ответы? Ответов больше нету! Спасибо! Спасибо, Ксении Корневой, амбрисменты. Да, теперь рекорд, можно передать туда дальше. Потом, сейчас девушки сначала зададут вопросы, а потом... Да это Серега Ганкин, ты чего? Подумал, что девчонки-то. Задает вопрос Ирина Дунчева, ваши амбрисменты! Мы, видимо, оказались большими любительницами хоккея. Вопрос про то, как мы будем поддерживать нашу хоккейную команду «Сибирь», как-то оплодает. Видимо, здесь все самые большие фанаты собираются. Ну, тогда обычный вопрос. Как вы планируете встречать предстоящие огромные первомайские праздники? Вопрос про длительные первомайские праздники. Как вы их будете праздновать? С вами вы, короче, такая красивая. Вопрос до следа, ему бы выехал. И на сцене еще, вот ты жопа. Отвечала команда «Квен Огород», сейчас отвечает команда «Квен Бисквит». Задавайте, задавайте. Как вы предполагаете праздновать большие первомайские праздники? Ой, я так такидаю, все праздники везти пойду. Вот это аниматорство нынче! Отвечает команда «Квен», мы не стесняемся. Как будете праздновать первомайские праздники? Огромные праздники, огромный стол! Вот. Разминка показывает всю правду! Отвечает команда «Квен Дети Ректора». Планы на первомайские праздники. Надену на себя фуфайку и пойду на первомайку! Отвечает команда «Квен», давай по новой МГУ. Планы на первомайские праздники. Да обычно я в это время елку выбрасываю. Вот такой ответ отвечает команда «Моя любимая команда «Квен». Ваши планы на первомайские праздники. Ну я из водника, не дай бог в море, а! Ваши планы на первомайские праздники. Ну я девушка, мне как бы все равно и праздновать. Отвечает команда «Квен», чай. Здравствуйте, можно полностью, извините? Нам предстоят большие первомайские праздники и как вы планируете их отпраздновать? Планирую отмечать их крестиком. Отвечает команда «Квен», я отмечу вас. Ваши планы на первомайские праздники. Ну я девушка, мне как бы все равно, я просто буду сидеть и ждать подарка от парня. Хорошо. Отвечает сборная нормальных людей. Ваши планы на первомайские праздники. Я буду отвечать, праздновать и отвечать на первомайке. На этот ответ «Квен». Отвечает команда «Квен» по гладь-котам. Как вы планируете отпраздновать длительные первомайские праздники? Мы с аграрного края, так что думаю, все праздники у нас пройдут на поле. Уплодисменты. Отвечает команда «Квен» Новосиб. Как вы планируете отпраздновать первомайские праздники? Да как обычно, че ты. Аплодисменты. Зайдет, зайдет. Да по-другому надо было показать просто. Спасибо, друзья Ирине Дончевой. Давайте поаплодируем ей. А теперь, собственно, вопросы от мужской части этого жюри. Егор Канцев. Выключили микрофон. Здрасте всем, друзья! Сразу забил. Все, не буду орать. Микрофон меня не хочет понимать. Друзья, сегодня, вот прям правда, честно, с утра посмотрел на себя в зеркало, что-то не то, кто я старый стал. Вы все-таки молодые на сцене. Вопрос к вам простой. Как продлить молодость, собственно. Да, вот так. Как продлить молодость? Ты проорал по моим эмоциям. Отвечает команда Комендарь, я убедилась. Как продлить молодость? Ну, добрать ее в вышку. О, гладь, кота! Как продлить молодость? Не знаю, пацану уже 60, выглядит на 30. Все, плюс ставьте. Плюс-випос. Ага, про Путина всегда смешной. Отвечает команда КВН Дети Ректора. Как продлить молодость? Молодость продлить легко. Меньше пей, Егор, пивко! Как в воду гляди. Конечно. Все, больше никто не хочет отвечать после пивка. А все? А после пивка только спать. Да, хватит маленьких. Отвечает моя любимая команда КВН. Как продлить молодость? Ну, обычно про продление других людей слышат. Он знает больше. Отвечает сборная нормальных людей. Никит, как продлить молодость? Вот так берешь и продлиешь. Молодость. Отвечает команда КВН Огород. Пожалуйста, как продлить молодость. Непонятно. Это типа ты, понял? Это так смешно получили. Один спет, и другой снова Кузнецкая. Вот, началось. Не смешными ответами, так хоть он и говорю, что... Поцелуями, поцелуями. Конечно. Итак, это бисквит, да, насколько я понимаю? Да. Как продлить молодость? Ну, короче, смотри, по моему методу, короче, шейпинг и девочки. Только без шейпинга. И без девочек. Автор. 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 17 тысяч команд КВН. Конечно. Отвечает команда КВН, давай по новой. Пожалуйста, как продлить молодость? Умирай молодым. Борзоны Маскин! Борзоны Маскин! Как-то грустно, да. Отвечает чай. Как продлить молодость? Здравствуйте, можно полностью, пожалуйста. Сегодня утром посмотрел себя в зеркало, думаешь, как-то старый стал вообще. Непорядок. Спрашиваю, как продлить молодость? Смотрите мультики по утрам, и что? Ха, тык мой какой! Отвечает Новосиб. Итак, как продлить молодость? Завязываешь Лигой Сибири. Игрина Дэкс! Ты тоже, Вайк! Следующий вопрос. Видимо. Да, спасибо Егору Канцеву! О, сейчас я вам прошу, друзья, бурных аплодисментов, иначе он не будет задавать вопрос. Задает вопрос Евгений Сальцев! Автор команды КВН. Неплохая компания. Сызрык! Ну, как раз подвел под вопрос. На самом деле, я не только шоумен, не только трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. А что же и не все! Всего автоспорта сия. Вот, также у меня есть еще такое увлечение, как металлоконструкции. Иногда мне приходится бывать... Иногда мне приходится бывать в цеху. И вот сварщики мне говорят. Долго нельзя смотреть на сварку, иначе появятся зайчики. Но, так как я любопытный, вопрос в чем состоит? Куда мне теперь эту стаю девать? Время пошло. Куда мне девать стаю зайчиков? Трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. Ха! На чего! Ой, такие ломались. Отвечает команда КВН ООСИП. Куда мне теперь девать эту стаю? Не, Егор, не за это. Сибири не завяжывай, не надо. Нет, 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 нет. Отвечает команда КВН БИСКВИТ. Итак, куда девать мне эту стаю? На вертельных вот так вот, и в салат прям. О, как порезал, видели? Отвечает команда КВН ООСИП. Итак, куда девать мне эту стаю? Главное, чтобы к ним белочки не присоединились. Ответ от команды КВН. Я увиделась. Итак, куда мне девать эту стаю? Ой, посмотрите, Евгений Зайцев задает вопрос про зайца. Хроник. Моя любимая команда КВН. Ну давай, водник не подведи. Я учился. Да, он Платона водник не подводит никогда. Итак, куда мне девать шею эту стаю? Ну, отпусти. Бегите, зайчики, вы свободны. А можно полностью этот вопрос? Полностью? Да. Я не только шоумен. Шоумен. Трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь. И также ведущий всех спортивных мероприятий города Новосибирска. Но у меня есть еще одно хобби. Это металлоконструкция. Устал? Сам хотел. И спорщики мне говорят, долго не смотри на сухарку, а то появятся зайчики. И куда мне девать теперь эту стаю? Зайчиков солнечных. Надо вам было все делать. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот этого ждал, понимаете? Отвечает команда КВН. Чай! И куда мне девать теперь всю эту стаю? Устраивайте зайчик-гонки! У-у-у! Наконец-то так. Отвечает спорная нормальных людей. Окей. Куда девать мне всю эту стаю? На шубу. И куда девать теперь мне всю эту стаю? У тебя есть зайцев стаю? Так отдай их, дед Мазайю! Команда Огород. Итак, куда я теперь девать мне всю эту стаю? На куды кину в горы, воровать помидоры. Отвечает команда «Давай по новой». Можно полностью? Данил, пожалуйста. Данил, пожалуйста. Давай со сварщиков начну. Давай полностью. Да давай всем же интересно, чем ты занимаешься в жизни. Я не только шоума и трехкратный финалист Ленинского Сибирь, а также судья всех автоспортивных мероприятий города Новосибирска, но также у меня есть металлоконструкция. И часто бываю в цеху, и там сварщики говорят, не надо смотреть на сварку, а то зайчики появятся. Теперь, внимание, вопрос. Куда мне девать всю эту стаю? У тебя еще есть? Металлоконструкции? Спасибо Евгению Сайцеву, друзья! Он тот мой мангальный друг, друзья! Сергей Автозагарович Ганкиен! Добрый вечер всем! Друзья, коротко и ясно, у меня небольшая проблема, у меня совсем скоро день рождения, не знаю, где отметить. Подскажите, где и как весело можно отметить свой день рождения? Свой? В классе литературном. Своё день рождения. Вот, значит, образованные люди есть. Ответ от команды Кувенчай. Как весело отметить свой день рождения? Первая праздничная кампания «Праздники под ключ». Молодец! Молодец! Плюс! А? Кто телефон скажет еще одну плюту. А как, подскажи, весело отметить свой день рождения? У нас в Барнауле Аймакс 3Д открыли. Приезжай! Спасибо. Это был ответ от команды Кувенчай. Погласкота. Отвечает команда Кувенчай. Давай по новой. Как весело можно отметить свой день рождения? Ходила в завод металл конструкции, там прикольно. Ответ от команды Кувенчай, я убедилась. Девочки, подскажите, как весело можно отметить свой день рождения? Может быть, это немного старомотно, но я предложу клуб сибирских комедий. Спасибо. На комедии, на комедии, на комедии, на комедии, на свою нюху приходи. Ответ от команды Кувенчай. Моя любимая команда Кувенчай. Скажи, где и так весело можно отметить свой день рождения? 40 лет не отмечают. О, Серега, не думал, что ты под своей копченостью седину скроешь, нет? Кто это отвечал? Это моя любимая команда отвечал. Твоя любимая команда? Ответ от команды Кувенчай директора. Так. Подскажи, где и так весело можно отметить свой день рождения? Ты не ухлупи, отметь неплохо, позови Макс в золотоху. А, братан! Как сказал мне друг один, я рисую, как кретин. Вот он. Ответ от команды Кувенчай. Как и где весело можно отметить свой день рождения? В солярии. Как и будет. Это естественный загар, правда. Да, не надо нам ля-ля. Я могу показать места, где... Ну ладно. Потемнее где. Скажи, где и как весело можно отметить свой день рождения? Я же говорил, его рожали. Как на мамины именины мне стихи не заходит. Неважно, кто отвечал. Непринципиально. Ответ от команды Кувенчай. Мы не стесняемся. Где и как весело можно отметить свой день рождения? Ну соберитесь в компанию и половики зайчиков, я не знаю. Спасибо. Вот. Мне интересно, как в том году все. О! Сборный нормальных людей. Скажи, как и где можно отметить свой день рождения? Устрой дикий шабаш. Нет больше ответов. Спасибо большое. А, Серега, с кем бы ты хотел отметить свой день рождения? С нашей лотокой. С участниками открытой лиги КВН. Аплодисменты всем, друзья! Команда КВН Огород. Ваши аплодисменты. Друзья, а для нас конкурс одной песни является достаточно тяжелым. Но мы решили еще усугубить задачу, поэтому его будет исполнять один лишь Виталий. А поскольку он, ну, очень хорошо пародирует звезд, встречайте! Игорь Николаев на дне города Барабинска. Стоп, мы же еще в парилке. Игорь, вы совсем одурели. Ваш выход. Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Сегодня мне будет акомпанимировать моя любимая жена Юлечка. Юля, выходи! Ну что, Барабинск, перекричим Карасук! Пусть прошлое раскрошится, Валою отмечал. Пусть помню все хорошее, Запутил про печаль. Учалась юность, верная, За танку ванны звезд. И за любовь последнюю я поднимаю доз. Но выкинь за любовь, пусть сейчас горят в твоих глазах. Выкинь за любовь, пусть сейчас горят в твоих глазах. Папец, я не слышу вас. Она деталь из моей песни. Вот это чудо. То самое чудо, что я тоже не знаю в твоих песен. Ребята, привет, как у вас дела. Давайте всем пить на любовь, ребята. Ведь любовь это очень классно и гордо. О, господи, сверсты. Ребята, вы просто шикарники. Мне очень нравится характер, правда. Ребята, давайте пить не за ВДВ, а за любовь. Давайте пить за любовь. Команда КВН «Огород» любите и будьте любимы. Ваши аппаратенты, команда КВН «Огород»! Да не два надо, это один. Да подари еще один. Подари еще один, чтобы не было два. – Ага! – И출а! – Ага. Давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok